Вот сегодня я услышал очень интересную историю об этом человеке. Зовут его Назар. Он находится сейчас в пункте временного пребывания для граждан Азербайджана. То есть история такая, что его супруге зять подарил швейную машинку. Эта швейная машина из Дагестана, ее привезли. Машинка оказалась бракованной, с заводским дефектом. Назар решил поехать проскочить, можно сказать, в Дагестан, обратиться в сервисный центр к продавцу этой швейной машинки. Что стоит из Азербайджана приехать? Утром приехал, вечером можно было вернуться. И вот он, уверенный в этом, выехал из Азербайджана, приехал в Махачкалу. Но оказалось, что дефект был признан. Оказалось, что именно такой машинки наличия для обмена не оказалось. Сказали, что нужно несколько дней подождать. Пару недель подождать. И вот он ждал, потому что он не хотел расстраивать свою супругу. Хотел привезти ту же швейную машинку. Она была хорошая. И вот что происходит. В результате, пока он ожидал швейную машинку, закрывается азербайджанская граница. И вот этот Назар 14 месяцев находится в Дагестане, не может попасть домой. В связи с коронавирусом была закрыта эта граница. И он говорит, что швейная, подаренная машинка мне на сегодняшний день обошлась в 150 тысяч рублей. Почти столько же. Здесь для нас, для всех, для нас всех здесь, здесь есть большой урок. Потому что мы все очень твердо уверены в завтрашнем дне. Цена машин нигде нету. Да, нету. 150 тысяч такая машинка не будет стоить. Конечно, не будет стоить. Всевышний Аллах в Коране говорит, «Ты никогда не говори, что я завтра что-то сделаю, если на то не будет воли Всевышнего Аллаха». Кроме как, скажи «Инша Аллах», если будет на то воля Всевышнего Аллаха. И поэтому мы все должны быть всегда готовы к любому решению нашего Господа. Мы можем планировать, мы можем быть уверенными, но на сто процентов быть уверенными в наших собственных планах. В своих решениях быть мы не должны. Мы должны быть всегда готовы к любой воле нашего Господа. И вот человек выехал, и вот 14 месяцев этот человек живет в Дагестане, не может попасть к себе домой. Точно так же посмотрите, сколько людей из дагестанцев, имея возможность, думали, вот все вылетают на хадж, на умру, я тоже выеду. Что тут стоит? Сел в Махачкале на самолет, прилетел в джидду, совершил хадж. Люди, которые имели возможность. Никто из нас даже не предполагал, что будет наступить время, когда нельзя будет, имея возможность материальную, попасть на хадж. Вот видите, мудрые люди нас, нам это все предрекали, нам нас предостерегали, говорили, пока есть возможность, совершайте хадж. Вот в этом есть достаточный урок для нас, братья и сестры. Поэтому будьте, укрепляйте свою веру во Всевышнего Аллаха и будьте готовы всегда к любому решению нашего Господа. А Назару мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы эта беда... В любом случае он сохраняет... И он здесь столько времени вот сейчас отдыхает в таком месте, куда стоит заплатить деньги и приехать отдыхать. Этот пионерский лагерь, Огонев, по-моему, называется. Да, да, да. Здесь организовано временное размещение азербайджанских граждан. Всем вам просим Всевышнего Аллаха, чтобы Всевышний Аллах вас всех вернул домой. Так, не забудьте готовы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...